США не будут поставлять Украине дальнобойные ракеты, которые позволят наносить удары по территории России, заявил президент Байден. Ранее американские СМИ писали, что в Белом доме опасается провоцировать Россию. Впрочем, у эксперта формулировка Байдена вызывает вопросы. США не будут поставлять Украине ракеты, которые позволят наносить удары по территории России. Об этом заявил Джо Байден, его цитирует пресс-пул Белого дома, а в российском совбезе уже назвали это мудрым решением. При этом от поставок Вашингтон не отказывается, но, видимо, выбрал на вооружение попроще. Возможно, о мотивах Белого дома Евгений Перельчук. В вопросе поставок Украине реактивных систем залпового огня Белый дом, судя по всему, пытается найти баланс. С одной стороны, Вашингтон хочет предоставить Киеву такое вооружение, которое будет наголову превосходить все, что у ВСУ было до этого. Это сделать не так уж и сложно. Киев использует весьма устаревшую технику. Согласно справочнику Military Balance, у ВСУ к началу спецоперации было около 200 систем ГРАД и несколько десятков ураганов и смерчей, дальность которых в среднем от 40 до 70 километров. Из более тяжелого были оперативно-тактические ракеты Точка-У до 120 километров, но это уже предел. С другой стороны, Вашингтон рискует переборщить и поставить системы, которые можно будет использовать для атак на российской территории, например, в Белгородской или Ростовской областях. Как прямо пишет New York Times, в Белом доме опасаются, что Москва воспримет такую поставку как провокацию. Поэтому Байден прямо заявил, ракет, которые достанут территорию России, не будет. Формулировка эта вызывает вопросы. От того же Харькова до ближайших поселков Белгородской области около 25 километров. А даже устаревшие РСЗО «Град» бьют на 40 километров. Вероятно, Байден хотел сказать, что вооружение не сможет достать до крупных российских городов, делится мнением зав. отделом Института политического и военного анализа Александр Хромчихин. И те обе РСЗО, которые, собственно, два варианта, одно и то же, что М270, что Химарс, могут быть пусковыми установками тактических ракет от АКАМС, которые могут стрелять в зависимости от модификации от 140 до 300 километров. Но я повторю, это, по сути, одна и та же система просто. М270 — это на гусеницах два пакета по шесть снарядов реактивных. Химарс — это то же самое на колесиках с одним пакетом на шесть ракет или с одной тактической ракетой. Вот, видимо, эти тактические ракеты поставлены и не будут. Именно это имеется в виду. А будут просто обычные РСЗО с обычными реактивными снарядами. Вот от 45 до 70. Владимир Зеленский на онлайн-переговорах контакт-группы «Рамштайн-2» прямо говорил, что системы МЛРС нужны ВСУ, чтобы перехватить инициативу на поле боя. В последнее время ряд политических деятелей Украины, от губернаторов до высшего руководства страны, говорили о том, что в июле будет контрнаступление. Пока же главной головной болью командования ВСУ выглядит возможное окружение частей под Северодонецком. От этого города до границы с Россией 85 километров по прямой. Кстати, стоит разделить понятия. Все РСЗО, которые благодаря модификациям могут вести огонь на расстоянии от 120 километров и выше, по сути, уже ими и не являются. Это уже оперативно-тактические ракетные комплексы. Может возникать путаница, потому как характеристики этих систем похожи. Байден говорил как раз о мощных ракетных комплексах, типа «Хаймарс». Уверен эксперт Центра анализа стратегии и технологии АСТ-центра Сергей Денисенцев. Есть система МЛРС. Это система залпового огня американская, основная артиллерийская система. И существуют старые боеприпасы, типа М-26, с дальностью порядка 45 километров. Существуют системы современные, ГМЛРС, с дальностью порядка 70 километров. И, допустим, с украинской территории смогут уже достигать того же, допустим, Белгорода. Также эта система может теоретически применять управляемые ракеты, малой и средней дальности, с дальностью до 300 километров. Вот именно вот эти системы, скорее всего. Мы не можем, конечно, Байдена с голову залезть, но, судя по всему, имел он в виду вот эти системы. Американцы представлять не хотят на данном этапе, чтобы не эскалировать конфликт. Решение Байдена разумно, написал в своем телеграм-канале зампред Совбеза Дмитрий Медведев. По его словам, иначе при атаке на наши города вооруженные силы России исполнили бы свою угрозу и нанесли удары по центрам принятия этих преступных решений. Конец цитаты. Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов выражал надежду, что здравый смысл восторжествует. Но это пока еще не ясно. О конкретных видах вооружений в новых поставках на Украину Вашингтон должен сообщить на этой неделе. На Нью-Йорк Таймс след за СНН и Рейтер сообщила о согласии Вашингтона передать Киеву реактивную систему залпового огня «Хаймурс». При этом ракеты к ним, по предположению газеты, будут с радиусом действия до 70 километров, а не до 300. Как сообщалось ранее, почему американские СМИ начали писать о возможных поставках Украине оружия меньшей дальности. США все-таки планируют поставить Украине реактивную систему залпового огня, но с ограниченным радиусом действия до 70 километров. Об этом сообщила газета Нью-Йорк Таймс, а ссылка на источники. Ранее другие западные СМИ, в частности СНН и Рейтер, утверждали, что речь идет о поставках систем «Хаймурс» и ракете для них с дальностью действия до 300 километров. Все подробности у Михаила Задорожного. Неназванный американский чиновник рассказал Нью-Йорк Таймс, что о поставках систем залпового огня Украине будет объявлено на следующей неделе. По его словам, новый пакет военной помощи Украине будет включать мобильную систему «Хаймурс». Это пусковая установка, установленная на 5-тонном колесном шасси. Относительно боеприпасов точных сведений нет. Однако Нью-Йорк Таймс предполагает, что это будут наиболее часто используемые американскими военными ракеты М-31 с радиусом действия до 70 километров. В одну установку «Хаймурс» можно загрузить 6 таких ракет, либо одну тактическую ракету с дальностью действия 300 километров. Первоначально американские СМИ сообщали, что вместе с «Хаймурс» украинские военные получат именно тактические ракеты. Теперь же, если верить публикации Нью-Йорк Таймс, США решили, что Киеву хватит ракет с гораздо меньшим радиусом действия. Комментирует заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений Дипломатической академии МИД консультант перцентра Вадим Козюлин. Действительно, Соединенные Штаты рассматривали вопрос о поставке «Хаймарс». И это не вполне РСЗО. Это универсальная система, которая, среди прочего, может запускать и крылатые ракеты, и тактические ракеты на дальность до 300 километров. Но, с другой стороны, они не хотят также вызывать резкую реакцию России. Это они заявляли неоднократно. Поэтому они всячески дистанцируются от вовлечения натовских военных. Ну и в том же русле, я думаю, можно рассматривать и вот это решение ограничить мощность поставляемого оружия, ну и в первую очередь его дальность 70 километрами, что, в общем, нормально для современных систем РСЗО. Ранее на этой неделе представитель Пентагона Джон Кирби заявлял, что Вашингтон пока не принял решение о поставках Украине реактивных систем залпового огня. Можно попробовать предположить, что будет, если Киев получит вместе с установками РСЗО ракеты дальностью до 300 километров. Такие комплексы, размещенные на контролируемой украинскими военными территории Донбасса, смогут наносить удары не только по приграничным российским населенным пунктам, но и по довольно крупным городам в Ростовской области. Дальности хватит. Конечно, тактические ракеты могут быть и, скорее всего, будут перехвачены средствами ПВО. Но даже сама возможность появления у Киева подобных вооружений является неприемлемой для России. И если США все-таки начнут их поставки, до места развертывания американские РСЗО могут они доехать. Как ранее заявлял Сергей Шойгу, конвой НАТО с вооружениями для Украины является законной целью для российских военных. А это уже несет опасность прямого столкновения России и НАТО, комментирует военный политолог, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев. Украина вместе со своими вооруженными силами теряет постепенно позиции, хотя операция не идет очень быстро, но, тем не менее, продвижение продолжается медленно и уверенно. Пытается официальный Вашингтон вадушевить, видя этот упаднический дух вооруженных сил Украины. Россия может все это мониторить и уничтожать, как РСЗО, какие бы там ни были крупные поставки по поводу возможного столкновения НАТО с Россией. Конечно, никто не хочет таких столкновений. Если информация о Нью-Йорк Таймс верна, то позиция США, похоже, начала меняться. В том смысле, что военная помощь Киеву, конечно, нужна, но не всякие вооружения можно поставлять на Украину. В Европе отношение к конфликту тоже меняется. Как написал в статье для американского еженедельника Ньюсвик политический обозреватель Даниэл Депетрис, Германия, Италия и Франция стали пересматривать свою позицию по ситуации на Украине. Раньше эти государства, совместно с США и Великобританией, выступали за стратегическое поражение России. Теперь же в Берлине, Париже и Риме больше думают о том, как в самые сжатые сроки остановить военные действия. Автор публикации считает, что Зеленский в будущем не сможет игнорировать сценарий, при котором западные лидеры-сторонники Украины начнут пересматривать свою позицию. Но пока никаких признаков этого нет, отмечает научный сотрудник Центра европейских исследований Института международных исследований МГИМО Артем Соколов. У Франции, Германии, Италии, безусловно, есть свои рычаги воздействия на Киев. Однако надо понимать, что не только эти страны имеют влияние на украинское руководство. Не менее, а то и более значительное влияние имеют и Соединенные Штаты, и такие европейские государства, как Польша, и Великобритания. И, безусловно, здесь все будет зависеть от ситуации на земле. И, как и будет развиваться в ближайшее время там события, это будет определять контуры мирных переговоров, если таковые в обозримой перспективе все-таки начнутся. Пока Киев более склонен придерживаться концепции о продолжении боевых действий любой ценой, готовность продолжать боевые действия высокая. В Москве надеются, что США не станут отправлять Киеву дальнобойные ракетные вооружения, заявил российский посол Вашингтоне Анатолий Антонов. Ранее глава МИДа Сергей Лавров предупреждал, что поставки Украине вооружений, способных достать до территории России, приведут к эскалации конфликта. США не будут воевать за Украину, в том числе на море, заявили в Пентагоне, отметив, что ведомство и Госдеп активно обсуждают возможность отправки американских военных для защиты посольства США. В Киеве решений пока нет. Не приняли еще решения штаты по поставкам Украине реактивных систем залпового огня. О каких системах может идти речь и как их поставки растянет в Москве? Вашингтон пока не принял решения о поставках Украине реактивных систем залпового огня, заявил представитель Пентагона Джон Кирби. Ранее о том, что США намерены поставить Киеву систему Хаймар, сообщил СИНН. Речь о пусковой системе на бронированном легком грузовике, выпускающей управляемые боеприпасы на расстояние до 300 километров. О планах новых поставок сообщило агентство Рейтер. Но, по данным его источника, Вашингтон обсуждает с Киевом опасность резкой эскалации. Российские вооруженные силы на Украине не используют ракетные системы залпового огня, которые могли бы поражать цели на таком расстоянии, как американские Хаймарс. Мы собрали основные характеристики этих систем. Подробности Принцип работы у каждого РСЗО похожий. Это реактивная артиллерия. Достаточно вспомнить легендарную «Катюшу» времен Великой Отечественной. Батарея из нескольких машин прибывает на огневую точку, разворачивает пусковую установку и производит несколько залпов. Смысл нескольких залпов в том, что каждый следующий залп усиливает предыдущий. Одна взрывная волна накладывается на другую. Сотни и тысячи снарядов накрывают большую площадь и наносят большой урон живой силе и технике противника. После чего батарея покидает огневую точку. РСЗО отличаются убойной силой снарядов, калибром и дальностью ведения огня. В числе российских РСЗО, применяемых на Украине, самое известное — это система ГРАД на Уралах и Камазах. Стоит на вооружении еще с 60-х годов. Может поражать цели на расстоянии в 40 километров. Система СМЕРЧ, также советская, времен 80-х годов. Максимальная дальность поражения — 120 километров. Применялась по разным данным не только на Украине, но и в зоне Нагорного Карабаха. Еще одна система УРАГАН бьет только на 35 километров, 16 снарядов вылетают за 20 секунд. Наконец, система Торнадо. Это старший брат ГРАДа и СМЕРЧа. Это уже современное РСЗО с системой ГЛОНАСС, компьютерным наведением, автоматическим режимом ведения огня. Превосходит боевую мощь ГРАДа в 4 раза. Бьет на 120 километров. В перспективе возможно улучшение до 200 километров. Разработки еще ведутся. Таким образом, предельная дальность российских РСЗО сейчас из тех, что применяются на Украине — 100-120 километров. Опасения США в том, что Украина будет использовать столь мощные реактивные системы залпового огня для атак по территории России, а значит, Москва может рассоединить новую поставку как провокацию, нанести некий ответный удар штатам. Эти опасения высказывались на двух встречах в Белом Доме, уточнил СНН. По данной телекомпании, Вашингтон медлил с отправкой систем, поскольку не хочет эскалации и затягивания конфликта. Российская Минобороны не раз заявляла, что будет рассматривать эшелоны с техникой США и НАТО на Украине как законной военной цели, напоминает руководитель Центра международной безопасности Института мировой экономики и международных отношений РАН Алексей Арбатов. Американцам нужно здесь еще тщательно подумать, прежде чем такие продвинутые системы украине поставлять. Потому что опасаются, что эти системы попадут в руки с другой стороны российских войск или ополчения ДНР, ЛНР и раскроют американские тщательно охраняемые секреты в таких передовых технологиях. Потому что снаряды с управляемым полетом, скорректируемые траектории, это, конечно, очень серьезное новшество, позволяющее достичь высокой точности попадания. Американцам стоило бы проявить осмотрительность и в части поставки Украине. Системы залпового огня способны запускать также и тактические ракеты. Это гораздо более мощное оружие, чем точка, которая сейчас имеется у украинного вооружения. В последние недели украинская армия отступает, а цели Соединенных Штатов и НАТО обеспечивают возможность украинской армии до наступления. И с этой точки зрения новой системы залпового огня, но если не решают задачу, то во всяком случае помогают решить задачу контрнаступления. Алексей Арбатов, глава Центра международной безопасности Института мировой экономики и международных отношений РАН. США рассматривает также поставку Украине ракетных систем меньше дальности, сообщила СНН. Последние месяцы Вашингтон поставлял Киеву старые советские ракетные системы вроде комплексов «Точка.У». Написала, в свою очередь, американское издание «Политика». Реактивность системы залпового огня «Хаймерс» с дальностью введения огня до 300 километров, конечно, серьезно усилит украинскую армию, но вряд ли США решатся на поставки столь мощных образцов, считает военный эксперт, основатель портала «Милитари Раша» Дмитрий Корнев. Идет речь о возможных поставках системы МЛРС. Это универсальная ракетная система залпового огня, которая разработана в Америке. В обычной своей комплектации у нее дальность действия до 70-80 километров. Эта дальность в 2, а то и в 3 раза больше, чем у обычной артиллерии. Работа, возможно, по тылам передовых частей линии фронта. Кроме этого, для ракетной системы МЛРС разработаны более серьезные боеприпасы. Очень большой вопрос, будут ли в такой комплектации МЛРС поставляться, потому что это уже достаточно большая редкость с самыми мощными ракетами, которые имеют дальность действия до 200 километров. Американцы обычно эти ракеты не поставляют никому. Украинцы говорят, что с получением МЛРС они смогут поменять ход боевых действий. Технически такое возможно. От той линии фронта, где сейчас находится, до нашей территории далеко. Эти боевые системы не смогут работать из района боевых действий по нашей территории. Но они смогут изолировать линию фронта. Конечно, это достаточно сложная ситуация может сложиться, если такие системы появятся в достаточном количестве у украинских вооруженных сил. Я думаю, что системы МЛРС будут поставлены, потому что это не какие-то оперативно-тактические комплексы типа «Искандер», поставка которых, наверное, вызвала бы кучу вопросов во всем мире. А это системы все-таки менее сильного класса. Основатель портала Мелития Раша Дмитрий Корнев, поставки западными странами Украины вооружения, способных достать до территории России, приведут к эскалации, заявил ранее глава МИДа Сергей Лавров. Британский премьер Борис Джонсон за поставку Украине реактивных систем залпового огня, поскольку Путин, по его словам цитирую, добивается медленного, но ощутимого прогресса на Украине. Украинское командование может отойти от Северодонецка, чтобы избежать окружения, заявил глава Луганской военно-гражданской администрации Гайдай. По его словам, Северодонецк не отрезан, бои продолжаются в окрестностях города. Все время Белоруссия ограничивает доступ граждан в пограничную полосу сразу в трех районах республики. Все они граничат с Украиной. Ограничения продлятся все лето, до конца августа, уточнили в Белорусском погранкомитете.